всем привет поздравляю вас с рождеством христовым так как мы сейчас живем в америке то столкнулись со многим интересными традициями относительно рождества здесь даже есть специальный рождественский цветок и вы можете встретить его буквально на каждом углу в америке это самый популярный и самый прибыльный для магазинов праздник потому что отмечают его 25 декабря но готовятся к нему заранее где-то с конца ноября люди уже начинают искать подарки покупают огоньки для того чтобы украсить свои дома и квартиры и конечно же обязательно покупают елку наша семья не была исключением и на второй день после дня благодарения в черную пятницу мы всей семьей отправились на поиски елки и конечно же представьте елка в конце ноября для украинцев это что-то странное но тем не менее мы ее купили мы ее украсили дети были счастливы и уже постепенно под нашей елочкой появляются рождественские подарочки в период подготовки к рождеству все магазины переполнены рождественской атрибутикой на каждой полке вы можете встретить какие-то рождественские украшения орнаменты подарки связанные с рождественской тематикой хоть рождество и является религиозным праздником но отмечают его даже те кто не считает иисуса христа своим спасителем и даже люди которые обычно не ходят в церковь в канун рождества 24 декабря вечером посещают рождественское богослужение здесь очень популярны так называемые candlelight services когда служение заканчивается торжественным зажжением свечей под пение тихая ночь это выглядит особенно красиво особенно торжественно и действительно касается сердец даже тех людей которые не считают себя религиозными ой 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 Субтитры создавал DimaTorzok Также распространенным явлением, больше, конечно, среди русских и украинских иммигрантов, является пение рождественских песен. Вы можете встретить молодежь, которая заходит в гости, ну, обязательно по предварительному соглашению с хозяевами дома, потому что в Америке вот просто так вы не вломитесь в чужой дом. Вот молодежь приходит к вам, поет рождественские песни, и, конечно же, вы должны их чем-то угостить. В церквях очень часто устраивают благотворительные акции для детей, для взрослых. Там, где мы живем, очень часто устраивают акции для семей иммигрантов, потому что в Сакраменто очень-очень много иммигрантов из России, из Украины, из Беларуси и других стран бывшего Советского Союза. Снег можно встретить, если вы отправитесь на каток. Снег можно встретить, если вы поедете в горы. Это где-то около часа езды от того места, где мы живем. Ну, а в самом Сакраменто снега, к сожалению, нет, поэтому рождественское настроение приходится поддерживать за счет ярко, стильно украшенных домов. Уже с конца ноября люди украшают свои дома огнями, покупают елки, украшают магазины, украшают, ну, все, что можно, и машины. И вот сейчас мы находимся в одном из популярных кварталов Сакраменто, где люди, можно так сказать, соревнуются, у кого красивее украшен дом. И прохожие или жители Сакраменто приезжают сюда посмотреть на то, как же красиво украшены дома тех людей, которые принимают участие вот в таких вот рождественских акциях, соревнованиях по украшению дома. Многие дома украшены по мотивам каких-то мультиков. И вот здесь представлен мультик «Полярный экспресс». Для тех, кто его смотрел, вы можете угадать в украшениях какие-то элементы или сцены из этого мультфильма. И даже вот, видите, вата, которая символизирует снег. Заметьте, что люди из разных районов города и окрестностей приезжают на машинах, на лимузинах, на дорогих, на дешевых машинах. В общем, машины очень разные, но всех людей объединяет одно желание увидеть эту красоту. Посмотрите на эту уникальную елку. Она перевернута, то есть ее кто-то подвесил к потолку. Это просто классно. Она висит, как сосулька. Первый раз вижу такую елку. Рождественская музыка создает особенное праздничное настроение. И можно даже подключиться на волну, на которой играет эта рождественская песня. И люди такие общительные, дружелюбные, все друг другу желают счастливого Рождества. И действительно настроение становится таким реально праздничным и классным. Хочется тоже кому-то сделать что-то хорошее, доброе, улыбнуться в ответ. И, конечно же, напомнить о том, что приближается классный праздник, Рождество. Говоря об американском Рождестве, нельзя не упомянуть о специальных рождественских носках. Christmas stocking. Их обычно развешивают у камина. Ну или если у вас нет камина, вы можете повесить их просто на стену. Считается, что Санта Клаус спускается ночью по дымоходу и заходит в зал. И это является огромным сюрпризом для ваших деток, потому что они в этот момент должны спать. Но перед тем, как идти спать, они должны оставить тарелочку с печеньками и стакан молока. И тогда Санта покушает в вашем доме и обязательно оставит какой-нибудь подарочек или сладость в этом носке. Ну а под елочкой, соответственно, подарки, которые кладут родители. И должна вам сказать, что не только к детям приходит Санта Клаус. Вот мы учимся в школе для взрослых и даже к нам приходил Санта Клаус, который подарил нам подарки и, конечно же, хорошее настроение. В канун Рождества многие американцы проявляют щедрость и участвуют в различных благотворительных акциях. Помощи детям-сиротам, помощи детям, пострадавшим от наводнений и землетрясений, помощи детям Африки. Поэтому Рождество это то время, когда сердца людей особенно расположены творить добро. Еще один символ Рождества в Америке это вот такой вот красно-белый леденец в форме буквы J. Кто-то говорит, что эта буква символизирует первую букву имени Иисуса по-английски Jesus. Кто-то говорит, что она символизирует посох, которым пользовались пастухи, пришедшие к Иисусу, когда Он родился. Еще один неотъемлемый атрибут рождественской елки или рождественской традиции это Вифлеемская звезда. Ну, конечно же, она не совсем Вифлеемская, а просто звезда, символизирующая звезду, которая зажглась на небе, когда родился Иисус Христос. Поэтому во многих домах елку обязательно венчают вот такой вот звездой, которая должна напоминать о той Вифлеемской звезде, которая однажды зажглась в этом мире в знак рождения нашего Господа и Спасителя. Иисус Христос От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть этот особенный праздник подарит вам много тепла, радости, любви! Пусть ваше сердце наполняется желанием творить добро и жить полноценной жизнью! И несмотря на то, какой день вы выберете для того, чтобы отмечать этот праздник, будь то 25 декабря или 7 января, а может быть даже обе эти даты, что вполне замечательно, хочу пожелать, чтобы вы имели спасение и вечную жизнь, вечную надежду через Господа нашего Иисуса Христа! Еще раз всех с Рождеством Христовым!